Грузинский царь Ираклий II о доблести своего врага у Махани Аварском Ираклий возбужденно шагал по залу совета. Временами он останавливался около окна или около своего кресла и взволнованно говорил. Это было признаком величайшего гнева. Притихшие им диван беги испуганными взглядами следили за царем. Моуравов сидел недалеко от царского кресла. Опустив голову вниз, он пристально глядел на ковер перед собой и молчал. «Немало мы видели врагов», — говорил Ираклий. «Перебирая четки с такой яростью, точно хотел разорвать шнурок. Но враг врагу рознь. Однажды я и блаженной памяти отец мой-то ему раз были в Цхинвале со свитой, состоявшей всего из 20 человек». Случилось, что в то самое время мимо проходил Аварский правитель с пятитысячным войском. Он с очередного набега направлялся из Ахалцыха к себе в Хунзах. «Один негодяй из вражды к нам выдал нас. Мы с Хунзахским правителем были кровными врагами. Но что могли бы мы поделать с нашими двумя десятками воинов против целого войска?» Но Аварский правитель ответил предателю. «Царь Таимураз и царь Ираклий — наши враги. Но будет постыдно для нас и оскорбительно для Таимураза и Ираклия, если мы нападем на них, когда у них нет с собой войска». Доносчику он отрубил голову и прислал ее нам, а сам снял лагерь и ушел. Можно ли такого врага назвать врагом? Продолжение следует...